Господин президент, привет от Венесуэлы, от вашего друга, президента Николаса Мадуро. В настоящий момент около 30% находятся под какими-то незаконными санкциями со стороны США. Вы сказали о важности защиты принципов, которые закреплены в Уставе ООН. В прошлом месяце группа друзей Устава ООН собралась в Нью-Йорке. Один из вопросов, который был поднят на встрече, заключался в следующем. Каким образом внести вклад в создание зоны свободной от незаконных санкций, где можно было бы вести бизнес, дела, не опасаясь таких санкций? Как вы считаете, что Россия могла бы сделать для того, чтобы создать такое пространство? И как вы считаете, это могло бы произойти? Может быть, у вас есть еще какое-то послание для нас? Россия, противодействуя тем санкциям, которые были введены в отношение нее, она и создает, собственно говоря, в известном смысле пространство свободы для того, чтобы можно было не бояться санкционного давления и свободно развивать экономические связи. Между самыми разными регионами мира и самыми разными странами. Здесь не нужно каких-то специальных решений. Просто вот сам пример того, что происходит, мне кажется, он является показательным. Вот сейчас коллега там спрашивал, какие мы сигналы готовы послать гражданам европейских, вообще западных стран. Я об этом сказал. Но сказал также об ошибках, которые были допущены политическим руководством западных стран в сфере глобальной экономики, в финансовой сфере, энергетической, продовольственной. Но вот одно из подтверждений. Против Венесуэлы ввели санкции. Она же один из самых крупных производителей нефти была до недавнего времени. Против Ирана ввели санкции. Против России ввели санкции. Значит, сейчас угрожают санкциями Саудовской Аравии. Хотят ввести ограничения по ценам на российскую нефть и газ. Но на каждом шагу свершают ошибку, которая ведёт к тяжелейшим последствиям для самих стран, которые вводят эти санкции. Это просто один из примеров. А потом ищут виноватых. Но сами всё своими руками делают, а потом ищут виноватых. Вот в отношении России ввели санкции. Ожидали полного обвала российской экономики. Здесь уже в начале нашей встречи сегодня мы об этом говорили. Но этого блицкрига не состоялось против российской экономики. Что происходит? Вот смотрите, инфляция у нас по году будет 12%, ну примерно. И она имеет тенденцию к понижению. В первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она где-то будет в районе 5%. В странах Евросоюза с развитой экономикой 17% в Нидерландах, а в некоторых 21%, 23% в два раза больше, чем у нас. Но вот вы меня спросили, а что Россия может сделать для того, чтобы создавать условия для того, чтобы жить вне зависимости от этих санкций и устойчиво развиваться. Мне кажется, пример неплохой. И нужно объединять усилия всех, кто в этом заинтересован. Добиваться вот этого согласия и баланса интересов, о котором я уже много рассказывал. И тогда, без всяких сомнений, успех будет.